Глава шестнадцатая «Где ты была?» — выкрикнула ошеломленная Настя, распахнув дверь. Лена вздрогнула. Она не ожидала увидеть дочь. Она думала, что Настя уже спит. «Тихо ты!» — возмущенным шепотом сказала Лена, укоризненно посмотрев на дочь. «Севка же спит!» Она протерла Робину лапы и отпустила его в комнату. «Я с Робином гуляла. Разве не видно? Ты чего кричишь-то?» — ответила Лена, выпрямляясь. «Вам же всем некогда. Надо обжиматься на скамейках». «Да, мне обжиматься нельзя. А тебе, значит, можно целоваться с моим бывшим парнем», — торжествующе сказала Настя. «Нормально ты устроилась. Это поэтому папа ушел, да? Ты изменяешь ему с моим парнем?» Лена растерялась. «Откуда она знает?» «Она, наверное, увидела их в окно. У Лены опустилось все внутри. Чёртов Антон! Угораздило же его прямо под окнами, можно сказать. Идиот!» Лена ещё больше укрепилась в своём мнении не встречаться с ним больше. Она взяла себя в руки и лихорадочно стала соображать. «Да твой Антон нахал!» Наконец горячо сказала она. «Сказал, давайте я вас провожу, а сам полез ко мне. Надо же иметь такую наглость. И слава богу, что ты с ним рассталась. Бабник, больше чтоб я его не видела, бессовестный». Настя осеклась. Она уже накрутила себя. Думала, мать с ним. Сейчас она ей устроит. А это он? Неужели он полез к матери? Он сумасшедший? Она же старая. «Он сам полез?» Растерялась она. «Как так? Ну, я ему покажу, козлу!» «Нет!» — твёрдо сказала Лена. «Не нужно. Не видеться с ним, не разбираться. Я ему уже всё высказала, чтобы он больше к нам не приближался». «А я думала, ты с ним, а папа...» — грустно сказала Настя. «Настя», — терпеливо сказала Лена. «Но ты же знаешь, почему ушёл папа. И не нужно связывать одно с другим. Неужели ты подумала, что у меня что-то может быть с ним? Ещё чего?» «Нет, конечно. Просто на минуту подумалась как-то», — сказала Настя, виновата посмотрев на мать. «А Антон тоже хорош». «Иди спать уже», — добродушно сказала Лена, обняв её за плечи. «Всякая ерунда в голову лезет». Настя удалилась в комнату. Лена выдохнула. «Пронесло. Вот это ситуация! Попала она! Нет уж, больше никаких к чёртовой матери Антонов. Такая минутная слабость может обернуться тем, что она потеряет дочь. Разве Настя такое простит?» Она на миг потеряла голову, а последствия могут быть непредсказуемыми. Серёжа изнывал. Он уже так устал от Лизы за это время. То она жаловалась на самочувствие, то её тошнило, то она говорила, что точно беременна, то плакала в страхе, что не получилось, то рыдала над каким-то фильмом. Господи, как-то раз она проснулась утром и разбудила его полусонная, шаря руками по кровати, искала рождённого во сне ребёнка. Дурдом какой-то. С такими перепадами в её настроении он ещё не сталкивался. Серёжа догадывался, что это влияние гормональных препаратов, и уже отчаянно хотел, чтобы это Лизина помешательство поскорее закончилось, и она уже успокоилась. Конечно, он хотел, чтобы всё получилось, но, с другой стороны, это его уже начинало пугать. Это что же будет, когда она действительно забеременеет? Да она за девять месяцев весь мозг ему съест чайной ложечкой. Впервые он пожалел, что они не общаются близко с тёщей. Может, хоть она бы ей мозги на место поставила. А уж Марьяна Юрьевна умела это, как никто другой. Он, вспомнив, даже усмехнулся про себя. Но они ей ничего не сказали. Да ей не до них. У неё личная жизнь сейчас на первом месте. Не спалось. Серёжа посмотрел на часы. Время четыре утра. Лиза заворочилась рядом и внезапно проснулась. — Уф! — выдохнула она. — Что опять? — с тоской спросил Серёжа. — Серёж, представляешь, мне приснилось, что я мальчика родила. Лиза тяжело дышала. — Блин, ну почему это всё во сне? Скорее бы уже узнать. Я уже не могу больше. — Я тоже, — хотелось ответить Серёжа. Но он молча притянул её к себе и обнял. — Что тут скажешь? — Так натурально всё прямо произошло, — шептала ему Лиза. — Как будто это вовсе не сон, а на него всё. Мне кажется, это знаки. У нас, скорее всего, получилось. — Очень хорошо, — сказал в темноту Серёжа, радуясь, что Лиза не видит его кислого выражения лица. Ты же этого очень хотела. — Да, — окончательно успокоившись, прижалась к нему Лиза. — Очень. Она затихла, и через несколько минут Серёжа услышал её ровное дыхание. — Да, лучше бы уж всё получилось, — подумал он. — Иначе он этого долго не выдержит. Утром, пока дети спали, Лена гуляла с Робином перед работой и снова наткнулась на Антона. — Опять ты, — сказала она недовольна. — Что ж такое? — Да, а что? — с вызовом сказал Антон. — Я что, собаку вывести не могу? — Выводи, почему это, — ответила Лена. — Только в другое время желательно. — Лен, — начал Антон. — Я вчера тебе всё сказала, — нетерпеливо перебила его Лена. — Нам не надо больше встречаться. — Настя вчера увидела нас в окно. Мне ни к чему эти разборки с собственной дочерью. — То есть ты воспользовалась мной, когда тебе это было нужно, а теперь выкинула как ненужную вещь, — возмущённо сказал Антон. — А на мои чувства тебе наплевать. — Да какие чувства, — вскипела Лена, — что ты себе надумал? Мы встречались несколько раз. Да, нам было хорошо, но это не могло продолжаться вечно. — Всё могло бы быть, — с жаром сказал он, — если бы ты захотела. И Настя бы поняла, объяснили бы. И не говори мне, что ты старше и всё такое. Ерунда это. Просто ты совсем не думаешь о чувствах других. — Ладно, всё, хватит, — сказала Лена. Ей на работу надо, а не разговоры разговаривать. Просто давай сделаем так, чтобы больше не встречаться. Это будет лучше для нас обоих. И не надо следить за мной и устраивать эти неожиданные встречи. Она по-доброму взяла его руку и легонько сжала. Должен же он понять. Лена хотела уже уйти. В глазах Антона зажглись недобрые огоньки. Губы сложились в противную ухмылку. — Нет, — сказал он, — если ты будешь избегать меня, я расскажу обо всём Насте. — Что? — повернулась к нему Лена. — Ничего, — спокойно сказал Антон. — Что слышала? А ты думала, что я, как щенок дрессированный, буду выполнять твои команды? Нет, Лена, я тоже человек. Лена пришла на работу, злая, уже с самого утра. Вот наглец, у неё не было слов. Они разругались в пух и прах. Это что он себе думает? Шантажом заниматься? Но ему не деньги нужны, а она. Он был так решительно настроен, что Лена испугалась. Он и вправду может так поступить. Но и молодёжь пошла, умные какие. Вот он, один её неверный шаг. Ладно, один раз по пьянке, а потом-то... Вляпалась. Чёрт, и Лизка отпросилась поговорить даже не с кем. Лена злилась на себя и мучительно искала выход. Весь рабочий день она просто рвала и метала. Ну что теперь делать? А вдруг он и правда возьмёт и расскажет Насте? Самое страшное, что Лена не знала, какой будет реакция дочери. Всё-таки у неё с ним были отношения. И такие же близкие, как и у Лены с ним. Чёрт, чёрт! Ей вчера удалось усыпить её бдительность, свалив всё на Антона. Надо подготовиться к разговору. А может, Настя ему и не поверит? А она всё отрицать будет. Не было ничего и всё. А он просто всё придумал. Прошли две недели. И Лиза словно на крыльях летела в клинику. Всё получилось. Она была уверена. Все симптомы. Тошнота по утрам. Грудь налилась. Даже вон блузка трещит. Она была довольна. Тест она не делала. Врач сказал, что тест может быть сейчас не совсем информативен. Нужен именно анализ крови. Там всё ясно будет. Лиза прибежала в больницу, чуть дыша. Сердце трепетало от сильного волнения. Жалко, что Серёжа не смог. Задержали на работе. Сегодня она узнает. Она подошла к стойке администратора. — Здравствуйте. Я Капустина. Мне к врачу и сдать анализ этот, ну, на беременность. — Подождите. Вас вызовут. — доброжелательно улыбнулась администратор. Это вселило в Лизу уверенность. За такие-то деньги точно всё получилось. Через пять минут Лизу действительно вызвали. Она сдала кровь и осталась ждать результат в коридоре, подпрыгивая от нетерпения, не в силах справиться с охватившими её чувствами. Наконец, врач позвала её в кабинет. По её выражению лица невозможно было ничего понять. Учат их всех тут, что ли, улыбаться и быть вежливыми, неравнодушными? — Ну что, Елизавета Игоревна, — начала врач. Лиза слушала её и улыбалась. — Мы провели вам программу, но, увы, беременность не наступила. Лиза даже дёрнулась. Улыбка сползла с её лица, превратившись в гримасу разочарования. — Как? — прошептала она. Голова отказывалась понимать. — Не беременна? А как же все эти симптомы? Они, наверное, ошиблись или нет? У Лизы пересохло в горле. — Ваш эмбрион, к сожалению, не прижился. Анализ отрицательный. — Но переживать не стоит, — мягко сказала врач, успокаивая её. — Нужно отдохнуть, набраться сил, и вскоре можно будет вступать в новый протокол. Лизе показалось, что у неё что-то взорвалось в голове, и сотни маленьких осколочков впились в мозг. — Новый протокол, — медленно сказала она, — стоимостью, как крыло от самолёта. — Но таковы правила, — вздохнула врач, — не всем везёт с первого раза. Понимаете? То есть вы, которая уверила меня, что у меня всё получится, теперь говорите, что не с первого раза? — крикнула Лиза, придя в себя. — Да откуда у обычных людей такие деньги? Вы соображаете? Да я всё на кон поставила, а она мне не с первого раза. Да вы мошенники, вы уговариваете людей, деньги выманиваете. Да вы сволочи после всего этого. Ей не стало хватать воздуха. Лиза захлебнулась слезами. — Елизавета Игоревна, успокойтесь, — сказала врач, накапав ей в пластиковый стаканчик валерьянки. — Я могу поговорить с нашим руководством. Вы пойдёте повторно, и вам сделают скидку. Лиза пришла в ужас от мысли, что всё получилось так, как говорили ей мать и Сергей. Теперь она без ребёнка, но с кредитом. А ещё с разбитыми вдребезги мечтами. — Твою мать, у неё всё похолодело внутри, это всё. Врача она уже не слушала. — Да пошли вы, — Лиза с трудом поднялась. Она как будто отяжелела, налилась водой. Всё у неё опустилось, все мечты разбились. Серёжи ещё нет, когда он так ей нужен. Она вышла из клиники, села на лавку на аллее и дала волю слезам. Лиза понимала, что слезами не поможешь. Но как же горько и обидно ей было. Они наговорили ей, наобещали. Внезапно она поняла. Да они так со всеми поступают, лишь бы денег с людей взять побольше. И это врачи. Понемногу Лиза успокоилась. Она поискала в сумке платок и зеркальце. Вытерла поплывшую тушь. Да уж, нос распух, надо идти домой. Видеть никого не хотелось. Она закинула сумку на плечо и поплелась домой. Попутно купив в ближайшем киоске бутылку красного вина. Ей нужно выпить, иначе у неё в голове что-то лопнет. Плевать на всё. Глава 17. Домой идти почему-то не хотелось. Лиза, не в силах принять то, что все её надежды рухнули, снова уселась на какую-то лавку. Ей необходимо выпить. Немного отпустить нервы, натянутые как струны. Но вот как открыть вино без штопора? Никак. Лиза чертыхнулась. Придётся всё-таки идти домой. Как сейчас воспримет эту новость Серёжа? Начнёт сейчас, наверное, своё. А я тебе говорил. А уж мать и подавно. Она снова горько расплакалась. Успокоившись, посидела ещё немного и медленно пошла домой. Серёжа, увидев её в коридоре, поразился. Лиза была вся какая-то чёрная и словно уменьшилась в размерах. Он сразу всё понял. Чудо не произошло. Не получилось, — вместо приветствия спросил он в тревоге. Нет, — коротко сказала Лиза и полезла в сумку за бутылкой вина. Открой, — беспредисловие велела она ему. Серёжа покорно вздохнул, взял бутылку и пошёл в кухню. Ему и самому страсть, как хотелось выпить. Все эти переживания ему уже... Лиза умылась в ванной, прошла на кухню, плюхнулась обессиленно на стул и взяла бокал. Закрушение мечты. Сказала она и залпом выпила половину. Схватив с тарелки кусочек сыра, задумчиво пожевала его. Вино растеклось по венам мгновенно. Лиза вспомнила, что сегодня она ничего не ела и не позавтракала. Нужно же было сдать кровь на анализ. Но так даже лучше, — решила она, — быстрее отпустит. Она прошла в комнату и с отвращением сгребла со столика все лекарства, которые принимала в последние недели, и выбросила всё это в мусорное ведро. Вернулась в кухню, выпила из бокала остатки вина. — Что теперь делать будем? — печально спросила она у Серёжи, который стоял рядом и подавленно молчал. — Жить дальше, — наконец сказал он. — Что ещё делать? — Жить дальше, но теперь ещё с кредитом, — хотелось ему добавить. Но, видя состояние жены, говорить он больше ничего не стал. Что вышло, то вышло. Предсказуемо. Ну что же, как-нибудь будут выкручиваться. Он молча достал второй бокал и сел рядом. У Лизы все эмоции рвались наружу, но слёз не было. А как плакать без слёз? Она сидела, тупо уставившись в одну точку. — Женя, ну что ты сидишь целыми днями, как глыба каменная? — посетовала его мать. — А что мне остаётся делать? — без интереса спросил Женя. У него было стойкое ощущение того, что жизнь проходит где-то рядом, мимо него. — Ну что? — настаивала мать. — Нужно ходить обросшим, как неандерталец. И бриться теперь не надо. Ты посмотри на себя. Вахлак какой-то. Сын жил у неё уже довольно долго, и ей не нравилось то, что она видела. Но чего так убиваться-то? Женя как-то похудел, осунулся, потерял свой прежний вид. Всё время пребывал в какой-то депрессии. Целыми днями лежал на диване и думал. Понятное дело, скучал. Привык же. Кленки, к детям. Но жизнь-то продолжается. Она и сама хотела было поговорить с Леной, а вось помириться всё же, но Женя категорически запретил ей. Он ждал суда. Очень расстроился, что Лена хочет разделить машину. Предпочёл бы выплатить ей деньги, но и лишних сейчас не было. С работой не клеилось. В голову ничего не шло. Вроде бы и условия у матери. А что-то всё мешало. Мысли о семье не давали ему покоя. С Венерой Женя больше не виделся, хотя она продолжала писать ему. Стало неинтересно. Он понял, что любил всю жизнь только Ленку. А это... Что это было? Помешательство какое-то. — Ты и о детях забыл совсем, — сокрушалась мать. — И они-то, вот же наглецы какие, даже не спрашивают об отце. Ко мне не идут, не позвонят. Ленка, что ли, им запретила? Ну ладно, Севка маленький. А Настя-то девица уже, соображать должна. — У неё на уме сейчас другое, — слабо сказал Женя. — Возраст такой, мальчики. А Севка во дворе, наверное, на велике своём гоняет. Каникулы. — Съездил бы сам к ним, — мать уже рассердилась. — Ровно чужие. И ты тут сидишь, как пень. Может, у неё что и изменилось, простит? Столько лет вместе. Со всеми бывает. Ты же не человека убил. — Да бесполезно всё, — без интереса махнул рукой Женя. — Я же пробовал. У неё мужик, скорее всего, уже появился. — Ну а дети? С детьми не разводятся, — не отставала мать. Ей надоело смотреть, как расслабляется и теряет интерес к жизни всё больше и больше её сын. Ладно, хоть не пьющий, а то бы залился, наверное. — Ладно, схожу, попробую, — сказал Женя, только чтобы мать отстала. Он со вздохом повернулся на другой бок. — Привет, — сказала Настя. Она в окно увидела Антона, гуляющего с собакой, быстро схватила Робина и тоже вышла на улицу. — Привет, — быстро взглянув на неё, — ответил Антон. Они не виделись и даже не разговаривали с того самого дня, когда её родители застали их врасплох. Да и как-то вроде и разговаривать было не о чем. Все и так всё поняли. Он молча вёл собаку за поводок. Настя упрямо шла рядом, стараясь не отставать. — Настя, тебе чего надо-то? — не выдержал Антон и обернулся к ней. — По-моему, между нами всё ясно, всё кончилось. Чего ты хочешь? — Я хотела тебе сказать, — начала Настя, собравшись с силами. — Вот я даже не знала, что ты такой. — Какой? — не понял Антон. — Ты мерзкий потаскун, — вспыхнула Настя. Её глаза извергали молнии. — Я даже представить не могла, что ты мог полезть к моей матери. Ей же тридцать пять лет. У тебя совсем, что ли, совести нет? Но ты и животное. Или ты это мне назло, что тогда тебя обманула? Да ты, наверное, вообще спал со всеми подряд. — Чего? Сама ты животное, — огрызнулся Антон. — Дура, малолетка. А мать твоя? Антон помедлил. Он не хотел ничего никому говорить на самом деле. Просто брякнул, потому что Лена его тогда вывела из терпения своим равнодушием. А уж с этой малолеткой точно ему говорить не о чем. Но Антон понял, что Лена, видимо, рассказала Насте что-то, но представила ситуацию в выгодном для себя свете. И это очень его разозлило. — Я люблю её, поняла? — сказал он. Настя отшатнулась. С таким жаром это было сказано. И у нас всё с ней было. Настя осела. — Было. У них было. Это не укладывалось у неё в голове. Она как-то всегда думала, что мать уже в таком возрасте, когда уже люди не занимаются этим. По крайней мере, дома у них она никогда ничего такого не замечала, хотя комнаты у них проходные. Наверное, у них с отцом не было. А тут такой вот Антон. Он ей понравился, но ему же всего девятнадцать. Да как же это у них произошло? Где? Настя не понимала. В голове творилась полная сумятица. Обрывки разговора с матерью, какая-то ревность, мысли о её предательстве. Да лучше бы она этого всего не слышала. И она ещё с ним встречалась. Может, даже и любила. — Ты... ты всё врёшь! — выпалила она. — Такого быть не может. — Может, — возразил Антон. — Но из-за тебя мы не можем быть вместе. С ней. Настя попятилась, глядя на него округлившимися глазами. Не в силах больше слушать Антона, она кинулась со всех ног к подъезду. Ничего не понимающий Робин стремглав рванул за ней. Лена пришла с работы. Она спешила. Севка сейчас весь день был на Насте. Сад же кончился, в школу осенью. Странное правило в садах. Детей оставляют, можно сказать, на произвол судьбы. Родителям-то никто не даёт пару месяцев отдыха. А Настя не горела желанием постоянно сидеть с ребёнком. У неё свои планы. Лена торопилась её сменить на посту. — Мам! — встретил её сын в дверях. — Посмотри, я тут из конструктора динозавра собрал. — Молодец, сыночек! — сказала Лена, мимоходом взглянув на поделку. — А сестра твоя где? — Настю дома не было. — Ну что за ребёнок? Попросила же её посидеть с Севой. Лена работала, вся надежда была у неё на Настю. — Ушла куда-то, — сообщил Сева, размахивая своим динозавром. — Не сказала. — Ну давай ужинать. Лена пошла на кухню, выгрузила из пакета в покупки. Она решила сегодня серьёзно поговорить с дочерью, когда та вернётся. Папаше их, видимо, всё равно. А как ей оставлять дома семилетнего мальчика одного? Кто-то должен ей помогать, в конце концов. Она разогрела ужин, они поели. Лена погуляла с Робином, потом они с Севой весь вечер смотрели мультфильмы. Время было уже двенадцать. Она давно уложила сына, а Насте всё не было. Но она ей задаст чертовки. Опять шляться пошла. С Ромой своим. Это никуда не годится. Ненадолго же ей хватило той профилактики, что устроила ей мать. Нахалка. Вот нет никакой совести. Лена с негодованием курила у окна. Она начала уже переживать. Ну и где вот она? Ну, обычно они в сквере сидят или у подъезда с Ромкой. За час Лена выкурила уже несколько сигарет. Она уже не на шутку встревожилась. Так, надо сходить к Ромке. Может, они там, ну мало ли, засиделись. Лена быстро переобулась и решительно двинулась в соседний подъезд. Поздновато, конечно, для визитов. Близко знакомые они с Ромкиными родителями не были, только здоровались. Вот чёрт, какая же у них квартира. Пятьдесят шестая, кажется. Лена нажала кнопку звонка. За дверью было тихо, но затем Лена услышала слабый звук шагов. — Ой, Лена! Здравствуйте! Дверь открыла сонная Надя, мать Ромы, и как-то подозрительно, посмотрев на неё, спросила. — Ничего не случилось? — Здравствуйте! — торопливо сказала Лена, не отвечая на вопрос. — Надь, а Ромка дома? — Дома, — сказала Надя. — Спит уже. — Рома, сынок! Надя позвала сына прежде, чем Лена задала следующий вопрос. Рома вышел в прихожую и, прислонившись в косяку, спросонья, тёр переносицу. — Рома, а ты не знаешь, где Настя? — спросила Лена, пытливо глядя ему в глаза. — Её дома нет. Вы не виделись сегодня? — Не знаю, тётя Лен. — Договаривались сегодня. — А когда я пришёл, Севка сказал, что её нету, — сказал Рома. — Я думала, она, может, обиделась или чего. Ну, посидел у подъезда, подождал её, но... Лена вся обмякла. Она так надеялась, что Настя тут, с ним. По спине пополз неприятный холод. У неё появилось какое-то плохое предчувствие. — Господи, ну и где её искать теперь? — потеряно сказала она, сев на обувницу в их коридоре. — Лена, вы проходите, — сказала Надя, тоже встревожившись. Сон мигом слетел с неё. — Давайте я вам валерьянки дам. Не надо так волноваться. Ну, может, загулялась где. Всё будет хорошо. — Не знаю. По лицу Лены потекли слёзы. В голове роился вихрь страшных предположений. — Где же Настя? — Я домой пойду, — сказала она. Вдруг она уже вернулась. Рома предложил её проводить и, возможно, заодно поискать Настю, но Лена поблагодарила его, извинилась и побежала домой. У неё теплилась надежда, что дочь уже там. Она даже сказала себе, что ругать её не будет, только бы она была уже дома. Но в квартире было тихо. Внезапно Лене пришла в голову мысль. Осторожно, чтобы не разбудить мирно спящего севку, она открыла шкаф. Настяных вещей не было. Она ушла? Но куда и почему? — Почему? О! Продолжение следует...